Дорогие друзья 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 не спорю. Ну разве это преданное? А кто вашу Лизавету без преданного возьмет? Вот за ним можете вы. Или, не дай бог, помрете. Куда ей голову не сломить? Куда она пойдет? Как это куда? Трудиться, детей учить, заниматься благородным делом, чем отец ее всю жизнь занимался. Вот уж завидная доля чужих недоверков кусок хлеба терпеть. Послушайте же меня. А давайте-ка я засватываю ей жениха. Благость и страна купеческая, людей застатка много. Позвольте, какое же это благо? Кроме невежества и добратости я в этом ничего благого не вижу. А, я вижу. Да вот хоть, например, Андрей Титович, что к нам ходит, чем мне жених? И мост, и богат, и себя красавец, и дурак набитый. Читать даже по-русски долго не может. Это для вас, скорее, жених. Из вас вышел бы пара, но не для них. Да уж куда мне, скажете, тоже вы. А Лиза ваша, чайник-королева какая. Он со своими деньгами-то получше вашей Лиз найдет. Ему уже давно нет проходу от невест, причем от богатых. Так он пусть и ищет. Вы здесь при чем? Он не хочет, он. Потому что влюблен на чрезвычайности Лизавету Ивановну. Вот что? Что? Да кто же ему позволит? Лиза моя сокровище, а он мужик невежный. Ах, батюшка, да разве сердце-то прихажешь? Чудной бы ей богат. Почем знать? Может, и она влюблена? Женка-то душа потемки? Она бы мне сказала. А отцам об этом не сказываю. Миря. Этого не может быть. Я точно ничего не хочу. А графина Платоновна, вы меня послушайте. Мне к уроку готовиться надо. Главу перечесть. А вы ко мне, извините, со своим вздором. Может, и вздор. А я маме что думаю? Да и мальца-то жаль. Живет парень без радости. Отец-то у него гласный, Крутой сердце. Что значит крутой сердце? Самодур. Самодур? Я и слова-то такого не знаю. Что за барбовский язык? Иван Афанасий. Самый что ни на есть, русский слон. Самодур. Это называется. Вот коль человек-то никого не слушает, охраняя себя, ты только в свою туду втует. Но кто я? И всем годы ножки кланятся. Вот там буро-буро. Так вот. Андрюшка-то и боится, что отец ему не позволит жениться-то. Эх, ничего. Я баба огниваю, быстро это дело нас требую. Ой, вот было бы ваше согласие. Я за двумя мужьями была и всеми делами правила. Кое-что вела и тяжбу к средине всех понимаю. Вы мне потом еще спасибо скажете. Слушайте, я не понимаю, о чем вы говорите? Ну, все о том же. А куда всяк-то в русской я? Ну, да, я однажды сказал. О, плутовато, плутовато ты есть. Ну, человек тот в последнем, тот в своем деле понимает. А какое его дело? Приказы раздавать и деньги считать. Так что при случае припомнить его можно. Никуда не денется. Женя там на листке. Грома небесная, вы не поразите эту женщину. Я, между прочим, вам добра желаю как к родным. А вы меня такими словами ругаете? А графена Платоновна миленькая. Оставьте нас дочерью в покое. Ивана Афанасьевича Ивана Афанасьевича. Ой, жаль не тебя. Человек добрый, воспитанный, ученый. А все равно дурной. Пользы своей не хочешь видеть. И все-таки для всякой добро готовы для вас делать. Может, мне за это Бог и воздаст. Гегель однажды написал так. Человечество было освобождено не столько от порабощения, сколько посредством порабощения. Ибо грубость, невежество, безжадность, суть, зло. Папу, ты чай будешь? Нет, Лиза, не поспеваю совсем. Принеси-ка мне лучше табачку, а то мы весь вышли. Так он уже весь вышел. Да? Ну, ничего. Послезавтра же аудио. Тогда и куплю. Не отдыхаешь совсем. Знаешь, как говорят, на том свете отдохну. Не надо так. Даже думать неприятно. Это не я говорю, а это мудрость народная. Скажи мне, Лиза, только не сердись. Что такое? А ты случайно не влюблена? Чего ты взял? В кого? В того, как сам молодого, что к нам за книгами ходит. Забыл, как зовут. Нет, что ты. С него поговорить-то не о чем. За что его любить? Ты сейчас в таком возрасте, когда любить хочется. Но ты бы мне сказал или отца такое не говорят? Конечно, сказала бы. Не волнуйся. Слава Богу. Как конец, душа. Ну, пора-пора. Совсем заработался. Глупость такую выдумал. Когда-то влюбляться. Да и в кого. Купцов этих. Да они над нашей бедностью смеются открыто. Тут мне не образовывали. С нашим боченьем, Ильзавета Ивановна. Здравствуйте, Андрей Титович. Вы, вижу, книги принесли. Прочитали? Да. Покорничьи даю. Понравилось? Кто? Книга. Мудреная больно. Мне бы что-то попроще. Куда уж проще. Это же стихи. Я поэзию не очень понимаю. Да тут и понимать-то нечего. Право, Андрей Титович. Не сказки же вам читать. Вы уж не дитя. Это верно. Вырос. Да. Только сказки все одно люблю. Мне бабушка в детстве сказывала. Она у меня добрая была. Я теперь, как сказку слышу, сразу ее вспоминаю. Напоминаю. Да. Вот. Тятеньки нет? Нет, ушел. Сонтик взял. А то, не дай бог, дождик случится. Сегодня целый день тучи бродят. И ветер такой жуткий. Вы что-нибудь брать еще будете? Да. Нет. Не знал. Все равно. А можно я у вас здесь просто посижу? Просто? Ну, как хотите, сидите. А зачем? Я теперь от тятеньки скрываюсь. Как-то скрывается. Почему? Женить хотят. Насильственным образом. Вот, беда-то... Не надо смеяться, Елизавета Ивановна, в моем несчастном положении. Что же, вам невеста совсем не нравится? Такую нашли? Не знаю, как сказать. Рожа! На огород поставить, ворон пугать. Я, товарищи, был у них с тятенькой, еще не знал ничего этого. Вышла девка, пудов, пудов пятнадцать весов. Я, говорит, люблю жестокий роман спеть. Про любовь, значит. Да, как запела. Как, глоток, в одном захотели ее мать. И, боже мой, унеси ты мою волю на гороховой воле. Да разве вы своей воли не имеете? Ну, не нравится вам девушка и не жениться, так скажите. Эх, Елизавета Ивановна, какая тут воля. Не, что у нас-то как у людей. Деньги, они же завсегда на деньгах и женятся. Привезут тебя пока уж, вот и женись. Ай, коль слово поперек. Такая тятенька уже стращает. Чем же? Солдаты, говорит, отдам. Еще пуща беда. Или того хуже. Не жень, говорит, отправлю тебя в Англию машины изучать. На пять лет. Насмотрелся на сын купца Смирнова. Тот из Англии приехал таким франтумом, ходит у себя по заводу. А на кой ряд мне-то эта Англия? У меня и к машине никогда никакой тяги-то не было. Тятенька уперся. Говорит, либо туда, либо в коммерческую академию. Есть такое купеческое заведение на Покровском, в Ульваре. И цыкнуть не смеет, а то и полкуса разворот. Ты не можешь быть, Андрей Сидорович. Он же вам отец родной. Ты же не веришься. Вот так и живем, Елизавета Ивановна. Никого не интересует, что я сам-то от жизни хочу. И плевать всем на мою душу. Точно верю, нет волос. А чего же вы хотите, Андрей Тимович? Смеяться не будете? Ни за что не буду. Обещаете? Обещаю. Не поверить. На скрипках хочу научиться очень. Ой, мне звуки эти нравятся. Словно плачет кто-то. Очень я к скрипке сильное пристрастие имею. Ну так что ж. А я потихоньку учусь. А знаете где? На чердаке в чулане, чтоб не прознал никто. А то сразу и прибьют. У нас ведь дома как, никакие искусства не понимают. Что в театр сходить, что на пицце разницы не видят. Вот брат мой, Меньшой Капитошка. Уж как на театре помешан. Ох, и как заколотили его за это. Больно смотреть. Вы знаете ли, Андрей Титович, так ведь нельзя. Надо вам с отцом поговорить. Но когда увидите, что он хорош в расположении духа, то тогда подойдите и откровенно выскажите ему все. Что вы чувствуете? Чему учиться хотите? Айзаред Иванович, он с такой откровенность так задаст, неделю потом не сядешь. Он ведь вроде и понимает все. Да, только говорит, не может, стало быть, сопля. Это я, значит, быть умнее родителя. Он вроде и понимает, что без учения нельзя. Да только понимает это как по-свою. Мне право сжал, Андрей Титович. Приходите к нам почаще. Вы моего отца знаете. Он образованный человек. Он вам может помочь. Да и я со своей стороны постараюсь, что... Я не могу со мной говорить. Пропащий я человек, хоть и не чурбан какой. Все понимаю, все чувствую. Только сказать как-то хорошо, красиво не умею. Вот вы мне с недели назад как-то посмотрели так ласково. Так я потом на радостях три дня пил. Двенадцать кабаков на извозчике объехал. Ну, зачем же это? И хорошо как-то. Сам знаю. А только куда же мне тердеться-то, как ни в кабак, а? Елизавета! Что? Дозвольте мне ручку вашу вздоровать. Что за вздор? А, впрочем, пожалуйте. Вот так вы умерли сейчас. А то бы на туда уходить не хочется. Здравствуй, Андрюша. Что это с тобой? Плачешь, что ли? Так, ничего. Повеситься хочу. Как так? Известно как. Запятать туда на гвоздик прощается. Что это с ним за напасть такая приключилась? Уже нить его хотят. Тоже мне беда. Да если бы все с такой беды вмешались мужского рода, не осталось. Да как же, не беда, если насильно заставляют. Ведь не может же человек любить без желания. Это верно. Мужик без желания точно не может. А я ведь его за вас марш не прочел. Завидать на судьбах. Помога, Графена Платоновна, прежде всего было меня спросить, хочу я этого или нет. Да что он спрашивает-то, и так все видно. Человек хороший, богатый, вас любит. Большое же дело-то. Ой, вы молодые, вот сами не понимаете, чего ищете. Страстей вам подавать. А много ли то страстей-то этих. Суд человека смотреть надо. Суд. А суть-то у Андрюшки хорошая. Ну, умных слов не знает. Ты что, старота? Зато были бы за ним, как за каменной стеной. Он мне столько податков перетаскал, чтобы я за него перед вами словечко-то замолвил. Ой, сорвался с ключка женой. Да что вы такое выдумали? Да никакой он не жених, не ясно. Он вот стихи простые, и те понять не смог. Ну, стихи какие-то. Размышляет, словно дитя. Слово за себя сказать не смеет. Да куда ему деваться-то раз к нему, батюшка-то? Ишь, какой сахар, ты и не раскусишь? И какая же мне радость? Идти в такую семью, где отец-дурак всех заправляет. Мне тысячу же лет этот старый хрень жить будет. Поддержите, маленький-то, мужики, быстро мыру. А потом, сай, парень, вы будете. Сначала будет не сладко. Но денег-то у них у лешек уж больно много-то. А с деньгами быстро развлечений найти. Муж? Муж-то для тебя все сделает, что захочет. Даже ничего молока достанет. Вы, Аграфена Платоновна, словно первый день меня знаете. Да я ни в какие сокровища не захочу терпеть унижения. У кого деньги есть, хорошо их считать умеет. За каждую копейку потрачены выместят оскорбления. А я не желаю спросить ни от кого. Я по-другому жить привыкла. По-своему. Живите, барышня, как знаете. Яблочко от яблок. Они так подъехали. Батюшки, Пресвятая Матерь Божья. Согмите, это он. Андрюша, Надежский Питерич. Это должно быть кламок, нам ему не за счет. Где, Андрюшка? Сказывай скорее, кто искать приводит. Почем мы знаем, где твой, Андрюшка? Тупая, ты куда пришел? Нечего тебе здесь сделать. Не с тобой говорят. Эй, барышня, выдавай Андрюшку. У меня сворачивайся ты. Я шутить не люблю, моя зла в закон. Я вас не знаю, может быть, представитесь? Ишь ты какая! Представиться ей соплящики надо, на. Я ухожу. А ну, погоди, спеши. Со мной не смей вереть-то. Тебе соседи говорят, что наутяшивается. Ты, надо полагать, запусть за него норовишь. Ну, так вот тебе видела, а? Господи, да что ж ты такое? Иди, барышня, к себе в комнату. Чего ты мне с мужиком-то разговариваешь? Я сама с ним управляю. А ты чего разорался-то, а? Чего? Чего, поуяришь-то? Чего, чего? Ты куда? Кобак, что ли, зашел? Ты поди, вон, у тебя дом кричи. А здесь твой язык-то припусти. Я женщина простая, брат. Так, правда, просто. Родные не узнали. А я вот голос учить его и баталью позову. Ага, сейчас. Не позволю. Ну, хотя, давай, ройся, нам вскровать нечего. Вот и буду. Вот и давай. Ты пой не найдешь ничего? Чем ответишь-то за оскорбление? Да безобразие заплатит. За все, думаешь, заплатить можно? Да иди, плюс-то не возьмут, а без тебя не кроша. Не дай вы взять пись на любой мне. Вы на дружку подайте, весь сам за ним пришел. Прямо подносишь, а с вами только разбегусь. И не боится тебя здесь никто. Только нет его здесь. Значит, негде взять. Он дом уже давно. Что ж ты врешь-то мне, а? Да сходи, посмотри. Или... Пошли кого-нибудь. Нет уж, лучше сам пойду. Но если я его там не найду, упиряй на себя, слышишь? Погоди-ка. Ну? Мне тебе... Кое-что... Показать надо. Ну чего там? Вот. Смотри. Видишь? Читай. Мои рук-то. Знай я твой порог, дескуда, без совести. Ну, я, Ниш, подписавшийся, купеческий сын. Читай дальше. Андрей Тильцин-Брусков. Читай, читай. Обезуешь жениться. Обезуешь жениться? На дочери титурального советника, девице Елизаветы Ивановны Лавровой. В чем даюсь ее расписку? Что за чертовщина? Подпись своего сына-то узнаешь? Дело понимаешь? Ну, как, непонятно. А вы что с этой бумагой делать будете? А в суд обратитесь. Все честь по чести, порядок-то известный. Да брось! Не слыхал я крутые дела в судах-то? Так теперь услышишь, как ответчиком придешь. Ох, захлатишь за позор в благородном семейке. Ох, захлатишь. Ох, захлатишь. Ну и сколько? Ты давай не торгуйся, а то мы разоргаемся-то еще больше возьмем. Так, полтораста рубликов даю. Что? Что? За такое дело полтораста рублей? Да как у тебя язык-то повредил встать! А ты что хотел? За что деньги давать? Да подумай, Саватар. За даром-то жалко? За что? За что? За что? За что? За сына своего? За судьбу его, за бою уготовленную. Аляна, ничего не стоит. Ты меня выведешь из терпимости. Я когда на заварел, осенью пилить могу! Пару попыток будет посмотреть. Сейчас посмотрим. А я только что, а вдруг-то закричу, караул! Аж пожарные сбегутся! Ой, надоело-то мне, а! Говори последнюю цену. Последнюю? Да, последнюю. Без разговора две тысячи. Возьми пятьсот. Давай полторы-то. Семьсот пятьдесят. Тысячу рублей? И ни копейкой меньше. Ни копейкой? Ладно, по рукам. Давай, Денька. Да, давай, Буванда, ну рога нашла. Да, будешь сначала носом, потом и я-то ношу. Разбойники, грабители. Да, как тебя не тянутся, как водейки в горни колеют. Туда, грустно, не тянутся. Деван, кончен разговор, ступай с Богом. Дай хоть поругаться, что ли, за свои деньги. А, ну и ладно, поругайся. Собака лает, ветер носит. Разбойники, грабители, за что только с нас деньги берете. О, это ты знаешь, купить-то дровишь, купить-то дровишь. Тебя потрясешь-то кошельком по сторонам, ой. Обманули, мальчишку, дурака, опутали. А с его отца денег взяли, а еще благородными прикидывали. А, что надо укротить, как говорится, кому укротить. Мы усковываем. Домой, давай. Что у нас здесь происходит? Что смотришь на меня? Благородный, да? Одно звание своего ты не упустим. О, вещь какая красавица. Как не старговать такую, а? А в окраине человека, радуйтесь, что грустные простоите, а? Вот она, кошка в кармане, а вы, да подарите вы моими деньгами. Ишь, какой злой. Наинапсах и на ужас. Он сумасшедший? Какие деньги? Какая бумага? Я ничего не понимаю. Кто он? Откуда взялся? Где-то Дебрускопа отрушил, отец. Что он говорил, кто его отрагивает? А по делу он был. А нечего командовать в чужом домике. Так, да. Учить таких не надо. Жаль, что мало взяла. Ты спаси мне собачку, хоть же, если, так. Вот. Год можно жить, не тужить. Ой, да за что? За что? Да ничего в дурмолту нет. Жалевец я вас и дочку вашу. Не мучьте меня, говорите, каким образом вы с него денег взяли. А вот каким образом. Как Андрюш, что уж очень влюбленный был, как-то раз пришел ко мне и расплакался. А я ему нарочно и говорю, тебе, мол, нельзя к нам ходить. Соседи будут говорить разные. Что хорошего-то наше женское, мол, дело, мы про себя разговор такого не хотим. А он расплакался. Да руки мне целовать. Люблю, говорит. Поможиться могу, как жениться хочу. Ну, вот. И вот я про это расписку-то и взяла. Как раз у меня на тот момент случился релиз «Загер по моей бумаге». И что? Ну, что, что. Я своей рукой написала, что он обизует жениться на Лизавете Ивановне. А он и подписал. Господи, стыд-то какой-нибудь. Лиза, ну что, ты же ничего не виновата. Ну, вот как раз за это я взяла из птицечек тысячу целковых. А расписка где-то? Его отдала. Да как вы могли за нас решать такое? Да о чем вы плачете-то? Куда же нам детство с тобой от грубости и несправедливости? Уедем отсюда поскорее, это же позор. Уедем, если хочешь. Только сначала вернем ему деньги. Да, конечно. Я тебе расписку назад возьму. Я ему деньги отдам, а он мне расписку. Он ведь не может мне отдать. Это мне ни в чем не виноват. Я ему порву. Прямо на глазах у него порву. Вот и конец. И не о чем нам плавать. Я ему что-то торговала за эту тыщу. Так торговала, жалко видеть. Подай деньги, подай. Иван, а воно сейчас помните, миленький. Ну, поживите вы год, кто хоть порадуетесь без тяжких забот. А не хочешь, так ли за ней эти приданные справят. Градирок приличный, но ходят в одном платье. Так, не слушай ее, папа. Не надо мне ничего. Давай их сюда, Градирок. Чужие деньги счастья не приносит. А уж обманом добыть и тем более. Вот и хлопачи за людей. Вот и старайся. Получите благодарность. Вы обманщицы меня приписали. Ой, да откуда вас выродили таких? Живете будто на другой земле и ничего вокруг себя не видите? Да делайте вы что хотите. Не печаться, что сделаю? Ну, поторопись, прошу. Успи, бегом, подбегом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Ты чего, с кухни выше? Что за надобность? Душно там, угарно. Надоело мне. Все равно отца дома нет. А ну как придется увидеть, что ты его ослушался? Тебе же хуже будет. Сказано всю неделю сидеть, а прошло только тремя. Мало он тебе нападал, еще и вне за тебя достанется. Зачем знать, когда он будет вернется? Не бойтесь скоро. Убегу как придется. Аплодисменты, кто что-то выродил. А ну как расскажет кто? Да кто расскажет? Мало народу, что ли, подумаешь, ныряет. И ведь каждый народит свой пятак заработает. Ой, уйди от греха. Сколько можно меня в заперти держать? Я что, собака? Может, еще на цепь посадите? Сам виноват. Говорил отец, не ходи больше в театр. Зачем вас пришел в цепь? И в другой раз пойду. Пусть прибьешь. Беда мне с вами. У всех дети как дети. А у меня все фантазии какие-то. А у меня другой дурнее. Не, чтобы отцу помочь-то дело на себя перенять. Ну, все скачете в несколько. Мам. Ну чего тебе? Я книжкой. Куча нам потолок подвозить. Вот тебе книжка. Да. Вставление в токур, да. При сборе кодеке у взяткого сословия. Ты на что у меня такая? От нее совсем уснешь. Других давать неверенно. Кобачик совсем все за эту книги снова не будет. Да у тебя, ну, все нигде. Мам. Ну чего тебе опять? Гривенник дай. А что он тебе? Что задумал? Пригодится. А вон, хоть в ножку пошли конфет купить. Знаю я твои конфеты. Опять все на театр стратишь. Ох, да скачешься ты, капитоша. Отец сам знаешь трех на расправу. Мам. Один гривенник всего. Маханьди. Уйди, не конюч. Ладно. На. Да спрячь скорее. И еще два. А еще на что? Цветов актерам купить в каждом театре без цветов. Так не принято. Еще чего выдумал. Обойдут свои актеры. И так хорошо за наши гроши. Тогда и этого не надо. Возьми. Все забирай. И что ты оказался? Ты еще ни одного не заработал, чтобы разъедовать. Куда мне все, что не думал? Воротись. Ой, почему шутрямый черт? На, забирай свои гривенники. Ты что, ты что не прознал смотри? Гутать буду, ты скажешь. А как же ты с дома сидишь? Вон ты меня сейчас как восемь. Как темнеет начнет в комнате заприть, я через окошко и сигану. Ко второму действию поспею. И обратно тем же ходом. Кто не услышит? Я мышкой. Борем я с тобой. Ты хоть с брата померзли. Он никогда все не величит. Это его дело. Пусть ведь подошвы ему лежат. А у меня своя голова. Он мне не указ. А кто тебе указ? Створожи твои? Что за радость наша устамелье? Я не пойму. Какое же это устамелье? Это же искусство, красота. Вот хотя бы послушай. Кто знает те слова, что больше значат красивых слов? Что ты, и столько ты, кто у себя в сокровищнице прячет, Пример тебе подобной красоты. Как виден стих, который не прибавил достоинства виновнику похвал, Кто только тот в стихах себя просвалил, Кто попросту тебя тобой назвал. Хорошо читай? Ой, умор и глядит на тебя. А если бы не костюм старинный? Совсем хорошо бы вышло. Что и мне костюм? Да на кой? Ну разве только костюм потешать? А почему бы и не потешать? Что ты там где шло? Что-то не понятное, что-то не понятное. Доброго здоровья, Настасья Панкаратиевна. Вам не хворять простого и сидором на милости просим, рада видеть. Чай, а чего другого закусить? Да спасибо, только отобедала. Посидим, поговорим с церемонией. Как дела ваши? Ой, дела ничего, все слава богу. Дочери мои здоровы, растут хороши. Все печали об них. У каждого своя ноша. Вы об дочерях волнуетесь, а я об сыновьях. У меня дочери народил. Выдал их замуж, и печали нет. Так и пока не выдал глазу глазу. Ведь ночами не спишь, Настасья Панкаратиевна. Нынче время-то какое. Люди-то какие. Береть? Боишься и в сад выпустить? Ты чего ж в своем саду бояться, да? Густые уж, больно ветвистые густые. Кто его знает? Шляются по дому приказчики. Да всякие торговые люди, неизвестно с каких краев. Чуть отвернешься и дело-то, как говорится, молодое. Расхлебывай потом. Вот. А вы говорите дочери. Ой, да заперых, а всего-то делок. Так. Зато люди выводить не надо. О судьбе печалится. За буржество. Ну, конечно, дело хлопотное. Но вам-то заботы мало. Вы люди состоятельные, хорошие приданые даете. А охотники на такой приданный дом упрут, вроде в девках не вселятся. Так кто же ли это с капризами? Тот не тот, этот не этот. А каких мужиков-то надо таких оприводствовать? Ну, он уже во все потакает, безнежил. А я вот так иногда-то ловлюсь от такого, боги-богу. А мальчики, думайте лучше? Ну что мальчики? Эти на море. Где ходят, что делают, с кем знакомства идут, Ну, черт не разберет. А с похватишь, что порой поздно бывает. Ой, а Грюша мой? Вроде мальчик послушный, послушливый. А от дома совсем отбился. Что, ни день куда-то его уносит? Чего не хочет, куда-то отправляет. Вот что у тебя с ним станется. Поговаривает. Влюбился в нищенку. Ну, что он бы не нашел? Чем прельстился? Так в кого-то, в кого-то скажите? По секрету оставить панк родину. Да какой там секрет? Уж всякру труп трубит. Учитель лавру, знаете? Ну, он так в его дочь не погибает совсем. Знаем, знаем, видала я ее. Скажите, пожалуйста. Да где же глаза-то у него вывели? Почем там страдать-то? Ой, там же эфир один, никакой жизни. Да о чем говорить? О матери-то какого-то. Тут без приворота не обошлось. Подсыпать чего-то. Уж я-то уж так плываю. Вот что Настасья Планкрадьев сделает. В самую полночь на убывающей луне непременно. И сыну в еду подсыпайте. Вот помоли мне и так взять. И поможьте. Сразу с ними так отрежьте. Они хитрые-то похитрее есть. Я много знаю. От глаза, от запоя, от геморроя, от бородан. Все работает. Я на муж проверяла. Надо попробовать, а то чуть-чуть хорошо. Мы теперь его женить хотим. Так вот, нам надо невесту с большими деньгами, потому как сами богаты. Что ж за него ли нам не забудрались? Разумеется. Так вот, мадушка моя, есть такая на демете. Отец нашел. А он скрываться надумал. С утра ныркой дрова у исчезлищи. Муж побежал теперь его искать. Чего и ждать не знаю. Что за дети? Пошли ведь не на гроши, родители не ценят. А то ли было в наше время. Меня-то как в пятнадцать сосватали, я так и пикнуть не смел. А что, разве плохо живу? Все, слава богу. Да что сравнивать? Для них теперь и нет закона. Что хочу, твой врачу. А вот другой мой сын, папидоша. Хороший мальчик ласковый. Ты кто ж беда? Нет, что не так. Сосед с ума их лучше по театру. Ой. Что, они деньги туда бежит, словно ему ледом намазали? Да. Отец бьет, типа денег не дает чува, не забирал. Все беспользую. Вот сейчас нам надо просить на ухли, что эти деньги. А то, как начнут стихи читать. И письки, ты так голубанье. Иди, ты сейчас даже не удержался. Я по башке ты ему саду. Ой. Говорят, нехорошо идти по голове, ты глупее то ли от этого. Так, как ты умришь. Кому, Дина, передавать, не понятно. Ой, да. На внука теперь вся надежда. А то, еще ты одного роди, видите, последствующего отца не найдет. Я бы их вопрос тряси, друг мои клита. Да и на старушку бывает старушка. Есть у меня одна травка, так с нее и звездочки в глазах. Да я буду, папа. Я знаю, о чем говорю. И она мужа проверяла. А если еще? Ахахаха. Да ты, может быть, очень стопок, подкрылся, напугал. Здорово, малец. Здравствуйте, Прасполия Сидоровна. А мать сказывает, ты дипломируешься. Надна, ну-ка покажь. Не кал времени теперь. Ой, ой, да будет тебя ломаться, кто ваш гостью. Давай, капитан, а что ж ты дальше-то не отказывал, ну? Что? Изумлю весь мир злодейства, да так, что покойники в гробах вам спасибо скажут, что умерли. Ха-ха-ха. Здрасте какая. Умолкни, чернепросвеченная. А куда дышишь? О, не сдохла. О-о-о. Бо-о-о-о. Ребята, матушка. Должно быть он у вас порченый. Бабки, его надо. Знаю, такую есть, хорошую адресучку непременно вербушу. За конную цель и дело. А, вот и Аглёша мой беглый. Даруй, если что станешь молочком. Доброго здоровья, Прасковья Сидоровна. Тебе не хворать молодец. Где ты и бродишь? Отец тебя целый день ищет, снова взбился. Пускай ищет. А я снова убегу. От своей судьбы не убежишь, что суждено там и быть. Да почем же, маменька, знаете, что мне сложно жениться на дуре. Ну вот извольте и видеть, как можно с ним разговаривать. Молодой человек, молодой человек. И что, что у меня отца с матерью хочешь быть? Вы что, да, глаза не растут. Яйца к улицу не улучшила. Маменька, да ведь мне с ней жить, да не вам. Как ты можешь мне грубить? Мать с тобой, говорит, чужой человек. Слушайте, это понимаете? Что понимать-то? Понимать-то нечего. Вот видите, кого бы заразу у него допустили. Послушайте, молодой человек, я-то постарше вас. Все эти ваши штуки, все эти ваши подходы, делаете все ваши видов. А ты слушай, что старшие-то говорят тебе на пользу. Слуховы, это еще раз разговоры-то эти. Не груби, не говори тебе, не груби. Молодой человек, вы мало жили, вы мало виделись. Вы еще не знаете, как люди хитрые и коважные. Вот вы и теперь к чему люблены. Мне маменька ваша сказала. Так вы думаете, это спроста? Закончим мы это вздохнув. Нет, позвольте. Мы тоже бывали молоды. У меня с молодым, между прочим, народилось пятеро дочерей. Так что все эти ваши штуки, и мы проходили не на слуху. Да-да, вы слушай, что умные эти люди говорят. Будем говорить прям. Вокруг вас, по соседству, есть такие ваши, и всякие наши сослои. Свежие, румяные, при деньгах, казалось, что все лучше. Но нет, вам не по сердцу. А почему? Да зажрались вы. Все инакое ищите, непохожее, отличное. Все вам в чужом огороде слаще кажется. А чего там другого-то огромят умных очей, и на чего? Небось все на тех же местах, что и на других. Я еще бы сказал, да срабы. Ну, любовь-то ваша мужицкая известна. Дорогались до тела, вот и улетела. А жизнь, ее навсегда нужно изломать. Когда права ух, права просто не сидором надо. Говорите что угодно, мне все равно. Был бы я красноречивый, может, и объяснил бы вам, что значит образованная девушка. Так где вы? Не умею я этого. Одно скажу. Я против нее, что черт поганый против солнца. Не сказать, не понять не умею. Любви ее не стоит. Да только из другой быть не хочу. А коли задумали женить, ты хоть найдите девушку, чтобы хоть мало-мальски на человека была похожа. Чтоб я хоть уважать ее мог и каждый день не мучился. Да какая же жида, муха глупенькая. Ничего ж, окромя, хорош. Ухожен, обласкан, нос в табаке, дети подрастают. А погулять захотел. Кто упрекнет тебя, мужик, ведь ты, но... А так он не должен думать, гадка. Теперь еще все, ничего более не скажу. Да, попробуйте обязательно то, о чем я говорила. Непременно попробую. Дела лишь серьезные. Совсем съехал с соображений парень. Дай вам всем господь здоровья. Спасибо на доброе слово. Не капцы, дитя Чхан, ага. Пойду, пожалуй, у нас тут буря ожидается. В следующий раз непременно заеду. А то лучше вы ко мне, у меня от этого у нас всегда спокойно. Давай заеду, Прословья Ситровна, приятно с нами поговорить. А как-нибудь на днях беспредельно заеду. Муж от меня колонится и переживайся. Ну что, стала поселить дороги, корова? Вот пошла. Я, пожалуй, через другое время. Я, пожалуй, заканчиваю за них. Ну, жалей, пожалеемся. Вот шелемец дурной, а? Все стопоги стопдал за них, послал их какое-то сокровище. Да ты присядь, Дитя Чхан, ага, ты правда ли нет? А еще меня из-за него опозорили. Денег содрали, а за что? За ту, за ту, за ту, за светную. Вот приюмил богаться, когда увижу. Братился он. А водочки хочется, Дитыч? А ты, может, откуши чего? Ты мне зуб не заговаривай, Анастасия. Отвечай, дома отродик-то наши. Капитоша в кухне сидит, не выходит. Все как-то велел, ни шагу за день не сделал, слушается. Да и не о днем речь. А Грюша где? Да откуда ж мне знать, я с хозяйством завертелась. Может, ты пришел, а там кто их узнает? Настасья, ты за мной не лапши. Меня и так сегодня... Ой, как обидели. Да кто ж тебя обидеть-то посмел? Ты ж сам кого-то уж обидишь. Нашлись люди. Да ничего, я обиды никому не скучаю. Захарыч, я ведь они у меня все, я попряжу. Я им покажу эти суды, судейские. Какие суды, а в чем ты? Андрюшку зови. Сейчас допросы ему учинить буду. Да ты остынь, в сердцах сколько можно дел наворотить. Давай, сходи за ним. Ну, как скажете, Дитыч, только не знаю, дома ли. Поищу, дома-то подшу, пока все обойдешь. Настасья, меньше говори, быстрей еще уйдись. Как уйдешь, сразу к тебе. Прямо мне к вам придеши. Звай. Птичечеч. А, Сахарыч, садись. Ну, и ответь мне по совести. Благодетель я тебе, оленяш? Благодетель батюшка видит, бог поведен, но мы кормимся. Вот. Ты человек, внимание, не стоящий, поделенный и мелкий. А я тебя пригрел. Не вглушаюсь с тобой. В дом к себе пуща. Дочь твою пристроила за приказчика. Ну, не моя или нашего пьяница оказался. Не ваше, нам дело. Вот. А все-таки я тебе благодетель. А стало быть, ты мне в просьбе отказать не смеешь. Все, что я могу, непременно. Сможешь ли ты мне такое прошение написать, чтобы людей в Сибирь сослали по этому прошению? Кого у тебя еще? Тебе не все равно. А, все равно у тебя еще. Троих надо сослать. Учитель Лаврова. Дочь его. Ну, и хозяйку. Я так хочу. А что ты писать прикажешь? Опиши вот что. Что обидели, обманут. Такого-то купца. А сыну, он купца против всяких прав. Расписку взяли. Вот, кстати, и расписка. И учти, я никаких денег не пожалею, Коля Сделыч. Ну, сможешь это сделать? Чудное дело. Вроде так прослупок-то и нет. Да как нет-то? С меня тысячи совали, он прослупок найти не может. Могу, могу. Все же дело-ка скажете. Можно написать, что подпоили сына. О-о-о. А можно, что угрозы наставили. Ну, так здорово придумано. Садись. Вот это и пиши. Вот тебе чернила. Вот тебе бумага. Так, что еще? Водочки, подними. Не надо напутать с нее. Для воображения, Титыч. Москель сказал, вот тут пусть стоит для воображения. А ты пиши. А, явился? Ближе, поди. Ну, Андрей Титыч, что тебе, я сейчас с тобой делаю прикажешь? Что желаете, ваше воле. Скажи спасибо, что сердце у меня отошло. Попадись ты мне раньше, я тебя так изуродовал. Ты очень скрываешься от меня. М? Чего молчишь? Врать не хочу, а по правде с вами нельзя. Почему так, считаешь? По правде, супротив вас будет, беречь не хочу. Ничего, ты смертный. Ты все-таки скажи отцу, что за дубы в твоей башке сидят, а? Которую вы мне теперь не естуствовать, где тебе я не хочу, потому что другая мне нравится. Вот кому-то я знаю. Знаете? Сейчас сам у них будет достойная девушка. Достойная? Да она тебя продала, а достойная твоя? Как? А вот так. Сколько раз я тебе говорил, что каждый свою выгоду выгоду? Все, нет, теперь ни у кого-то кто-то. Вот видишь список? Старочи, по их делу. Они с тебя дурака расписку взяли, а потом меня заставили выкупить за тысячу рублей. Кто они? Красавица твоя, своей папашей. Судом мне Газельку я не выкуплю. Вот так дураков то вас и обманывают. А ты что хотел? Что, тебя за данным любить стали? Да я еще торговался, а то все три сломил. Да быть такого не может, дятеньки, они же люди такие благородные, чистые. Кому же, верят теперь на свете после этого. А, дедушка, родным родителям только верить можно. Только мы тебе счастье хотим, а тебе радеем. Но будешь ты меня теперь слушать? Ну, так-то лучше. Ладно, ступай, к невесте, давно ждут. Милостивый государь, извините за вторжением, но дело не терпит полагательств. Видите ли, я ничего не знал, в те более дочь моя. Да что, Андрюш, встал, ступай, ступай, я один разберусь с просителем. Да нет, это ж я побуду. Поздно явились, с извинениями. Он уже прошение куда следует пишем. Милостивый государь, мы здесь ни в чем не виноваты, расприскует, без нашего ведома составила хозяйка наша. Она глупая женщина, а мы живем смирно, никого не трогаем, своими трудами живем. Знать ничего не хочу. Дятенька, да послушай своего. Вот она правда на пушу ходит. А у тебя не дыши. Вот, возьмите, деньги ваши, они не нужны нам. Ты деньги принес? Он деньги назад принес. А нет ли на подвоху какого, а? Слышь, Сахарыч, как думаешь, брать деньги, а не брать, а? Обман-то снова нет ли? Дети-то всегда брать надо. Ну, давай. А теперь, отдай себе расписку. Какую расписку? Что, Андрей это дал? Это самое. А вот он и подвох. Слышь, Сахарыч, расписку назад просит. Он ее приставит. Тогда хлопот, ты не оберешься. Нет, брат, нас в другой раз не поведешь, как будто травленные. Это может, давай, сейчас ягодочки-то выпьем? Ну, расписку захотел, а? А потом, ты ее выдували и втрое заводить? Ему мало показалось. Надувательная система. Нам чужих денег не надо, мы живем своими трудами. О, видишь, как распевает, а? Кормит, что ли, даже колонебарь перекатанная. О, видишь, как зыркает, а? Адайте, переставайте, я ее раздорву, прибавшую, раздорву. Не солью, он говорит, слышь, Сахарыч, можно ли вам человеку верить-то, а? Не-не-не, тут его заводить надо, так вернее будет. Я сам за него возьмусь. Раздорву, раздорву, бля, 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 а я отдайся. Слышь, так? Отдайте. Отдайте, я не уйду без этого. Да, вот, к вам бардалову, кипись, чтобы он вместо своей знал. Учить меня в суд. Дело хочешь решить, чтоб потом из меня поболее выкинуть? Так рассуждаешь, смертный хвост, а? Ты перси правды сюда завал. Пошел вон генит поганая. Стой! Расписку подай. Пошел отсюда. Значит, ты говоришь, не знали об этом деле? Не знали, верно говорю. Значит, у меня хозяйка обработала. Ну, папа, ну, шельма. Ну, ладно, держи расписку. Противно мне было извиняться здесь, да и кланить перед вами. Тем более, что мы ни в чем не виноваты. Но ради Лизы я не на такое пойду. Никому не дам ее позорить. Так-то. Прощайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я буду после города вперед. Буду бог с ним. Так, на тебя не везите на подарки, и мне свет пустыми руками ехать. Да я теперь, тятенька, не поеду. Как не поедешь? Что, с ума сошел? Да я теперь побегу прощение вымаливать у Лизавида Ивана Ивана Афанасьевича за тем унижением, что вы ему тут устроили. Я устроил? Я? А кто ж? Это ж вон свои тысячи так распреклятый жалко стало, что частных людей из меня он чуть всемирен изминопател. А то не так. Да не в этом дело. В обмане дела, да в обиде. Обида? Да разве вы сами-то никого не обижали никогда, что ли, а? Что ж, у вас-то в Сибири никто не закрылся от тела? Или дорогой удовольствовал, а? Ты что меряешь? Опомнись. Ты как с отцом родным разговариваешься. Ты мне что, народился вообще? Да я себя привлёно в коруку понял, а? Вы стопы! Да вы хотите. Другой жизнь не захватил, а? Деньги мои все горькими кажутся. Попалясь. На тебе на первое время, чтобы с голоду не подох. Негодись отсюда, когда хочешь, живи как знаешь. Да как же можно? Он же ведёнок совсем. Что ты делаешь? Не пущу? Уйди, жена, уйди. Что смотришь? Ступай, Коля, сердце зовёт. Чего испужался? Учись, чему хочешь. Вкалывай, как другие вкалывают, раз ты больше меня про жизнь понимаешь. Отделяю я тебя, всё. Сердца у тебя нет. Как же можно родного сына из дома гнать? Куда же он пойдёт? А куда я пошёл, когда меня мочишкой из дома выбрали, чтобы одним ртом меньше было, а? На все четыре стороны был выпущен, без единой копейки. Ничего не скинул. Капитал нашёл, семью завёл, других устроил. Умный человек нигде не пропадёт, а, дуракая, не жаль, туда ему дорога. Дяденька. Не желаю боли говорить, с тобой ступай. Как можно? Как можно, Андрюшенька, дынок мой родимый? Не о чем плакать, маменька. Совсем не о чем. Только, коль вы тётенька из дома без гроша ушли, так и я так живу. Прощайте. Ой, а-а-а-а! Да не воет ты, Настасья. Иногда полезно, скорее, надо же пройдуться. Я тоже из дома уйду! А ты погодь! Что, дождись? Пока молокон куда-то всохнет! Ой! Вот, никуда, Настасья. Да, Майкер! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты посмотри, а? Восьмой раз кладу и не сходится. Другой, что ли, разложить попроще? Здравствуйте, граффитиан Слатошко. Присвятай, мой отец. И как Андрей Федович к нам пожаловал? Давненько тебя не дать-то было. Почитай, месяца два не приходил. Я уже думала, жених тебя давно, вот и пропал. Нет, граффитиан Слатошко. Вольный я. Совсем вольный. Что, вот, осмотришь? Зла не держишь ли на меня? Есть немного. А ты не держи. Я ж не против тебя-то, дело воротила. А жильца вам своим подмогнуть хотела. Да вон оно как вышло. Они уж больно меня тоже так серчали. Даже съехать хотели. А потом ничего. Простили. Где же они сейчас? Иван Афанасьевич на уроках. Алиса в комнате. Переводы делаем. Тоже работать стало. Что ж, занятия с той стороны. Позвать, что ли? Сам не знаю. Не знаю, как на глаза им показаться. Каждый день зайти хотел, да смелости набраться не мог. Иван Афанасьевич большое унижение в нашем доме сделал. Уж они, наверное, в обиде на нас всякими словами клянут. Ой, ты не знаешь, что людей этих. Блаженные ведь. Всех любят, всем прощают. И разговор-то про тебя не было, забыли, видать. Совсем не было? Совсем забыли? А чего ж обиды-то копили? Новый день, новые заботы. Что ушло, то прошло. Им работать надо. А не молоть, приживайте-то каждый день. Все-таки я повиниться хочу. Не смогу иначе жить совесть. Повиниться, это, конечно, дело доброе. Только задержался ты больно. Теперь прошлое-то вражать еще больнее делать. Да и вина твоя крайняя. Это ж ясу будь, что заделай, отец твой. А я думаю, говорит кто или мне слышится? Здравствуйте, Елизавета Ивановна. И вам добрый день, Андрей Титович. Вот. Пришел. Что ж, вижу. Пойду, что ли, тесто поставлю? Так пирожком захотелось. Парш судит. Вы поделали, так мне приходилось. Сам не ведаю. Многие принесли меня, не спросят. Святый Андрей Титович, кто-то вами правит. Когда сами себе хозяином будете? Да вот уж, можно сказать, в полной мере. Сам себе хозяин в полном смысле теперь. Это как же, я вас не очень понимаю. Тятенька меня отделил. Теперь сам живу, сам кормлюсь. Да вы шутить изволите. Какие шутки, Елизавета Ивановна? Чистая правда. И как же тятенька вас отпустил? Не только пустил, еще и пинка дал для скорости. Я поссорился с ним знатно. Да, это уж и не важно. И из-за чего же поссорились? Да он спалил, и я стал быть тоже. В общем, ушел из дома и все дела. И где же вы теперь живете? Сначала в номерах жил, с неделю. Но дорого там. А теперь вот комнату снимаю. На Малаковской, у старушки одной. В хлебный лав работать устроился. Вот вчера даже первое жалобнию получил. 12 рублей. Это вам. Спасибо. Да вы уж не жалеете ли об этом? От цветы жизни тяжело, наверное, отвыкать. Нет, нет, хоть и тяжело, но привыкай, не жалею. По маменьке только скучаю, да? По брату шлопаю. А более всего, скучаю по вам из-за. Скучаете? Ничего же не приходили? Совестно было. Не смел явиться, да? Тятеньке вашему в глаза стыдно было смотреть. А теперь нестерпел вы уж. Простите меня. Пойду я. Что ж, идите. А может, чай попьем? Я очень чай люблю, особенно с баранками. А баран пьем, но кажется, сухари где-то были. Все, да можно и сухарями. А я принесу, вы садитесь. И как же вы дальше о судьбе своей думаете, Андрей Титович? Да. Разный дом. А как скрипом ваши занимаетесь? Уроки беру. Уже две музыки выучил, а в следующий раз зайду сыграю. Это замечательно. Я у заставы хожу заниматься. К Пантелееву. Вы, может, слышали о том? Кажется, нет. Он знатный учитель. Меня опалит, да я думаю, пока еще и не за что. Да уж можно стройник себе, Андрей Титович. Видите, как у вас все ладно складывается. Не каждый ведь так может, чтобы все получалось по желанию. Что-то мне изнутри радоваться не дается. О чем вы? Об вас-то за это. Каждую секунду об вас думаю. Глаза закрою, мерещьтесь. На дно молю. Дайте хоть и изредка видеть вас. И то помру совсем. Что вы, Андрей Титович, перестаньте. Знаю, надежды у меня мало. Я вам из деньгами имел. Я была теперь и подавно. Ну, в сторону, говорите. Причем тут деньги. Простите, простите. Дурак. Я дураком был. Дураком остался. Только знайте. Нежности у меня к вам в душе столько. Утонуть можно. Прикипел я по Анализове Ивановне намертно. Прикипел. Ругайте, гасните. Не гоните только. Странный человек, Андрей Титович. Он разве за чувство нежное ругать полагается. Благодарить только. Батюшка ваша идет, Елизавета Ивановна. Я на всякий случай упредить решила. А папа идет. Иван Афанасьевич, миленький. Встали, поди, умаялись. Холода на улице. Совсем осень настала. А я смотрю, гости у нас. Доброго здоровья, Иван Афанасьевич. И вам не хворать, Андрей Титович. Долго ли у нас? А только что пришел на пяти минут, не будет. Какими судьбами давно вас не видит? Перемен много случилось. Все не до суда было зайти. Перемены. Перемены – это хорошо. Жизнь ожидает. Надеюсь, по-лучшему. Все, слава Богу. И мы живем не ту же. Тятенька ваша. Здоров. Благополучно. Здоров. Что ему сделается? Это я. Таким ничего не делаю. Да что вы стоите-то? Садитесь. Лиза, где ты с чаем? Несу же. Вот, Иван Афанасьевич, обедайте горяченько, согрейтесь. Значит, кто-то у меня здесь хлебушек, варенье. Андрюш, конфеты принес. Угощайтесь. Не хлопочите, Агрокина Платоновна. Я не в гости пришел. Где Саша? Сиди. Я зашел к вам, Иван Афанасьевич, чтобы повинеть. Если зло на меня держится, так прошу простить. Мрафа моего отца торговый, да и в жизни ему досталось, оттого и характера круглой. Каждый рубль научился считать. Я теперь только это понимаю. Так что прощения буду просить за нас обоих. А там, как скажете, хотите век, больше не приду. Только знайте, что я вас и дочь вашу безмерно уважаю и великим благом для себя почитаю бывать у вас. Не ожидал я таких слов от вас, Андрей Тихонович. Но спасибо тебе. Знаете, зло на вас не держит. Будете на то, как просто. Вот и камень вы у меня с души сняли. Благодарствую за угощение. Пойду теперь. Как пожелаете. Приходите к нам еще, Андрей Тихонович, не забывайте. Ой, хороший парень. Дай бог ему заносит. Умница. Да красавица. Как твои переводы, Лиза? Все ли успеваешь? Да, вечером посижу, доделаю. Недавно еще два романа просили перевести. Опять французские. Любят их современные барыжки. Там страница 300. И Джейнки ждет. Успею, посижу подольше. Я тебе смогу. Пошли разговоры. Кучные. Пойдем к тебе. У тебя все еще. Ты еще будешь? Нет, спасибо. Отнесу раз безнадобности. Ты что-то грустное? Устала или забоел? Нет, папа, все хорошо. Задумалась просто. О хорошем надо думать. Тогда лицо будет светлое, а не грустное. Я о хорошем думаю. О чем? Помнишь, ты просил меня сказать, но если вдруг... Если вдруг что? Говори с ней. Ну, если мне понравится кто-то. Так вот говорю. Градец. Что ж, я, пожалуй, рад за тебя. А кто же он? Звание какого? Из простых, из благородных? Достойный ли человек? Очень достойный. Звание простого, а душа большой. А зовут его как? Андрей Титович. Простите, забыл. Я так рада, что вы вернулись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ